Всех приветствую на канале Animal Stories. Эту кошку подобрали в парке трейлеров в Германии. Все сторонились ее из-за необычной внешности и угрюмого вида, и она только провожала людей грустными глазами. Сама кошечка была вся в боевых ранах после долгой жизни на улице, голодная и замерзшая. Наступали холода, и ей некуда было идти. Однажды на ее пути все же встретились добрые люди, которые заметили ее и отнесли в приют. Там кошке дали кличку Бин, и обнаружили у нее некоторые проблемы со здоровьем, которые сразу начали лечить. Сотрудники о ней позаботились, но как только начали искать хозяев, история стала еще печальнее. Никто не хотел забирать Бин к себе из-за ее внешности. Кошка несколько месяцев жила в приюте, грустно наблюдая за тем, как люди проходят мимо ее клетки. Но однажды девушка по имени Франциска Франкен заметила фото Бин на страничке приюта в соцсетях. Сначала она посмеялась над ее необычным выражением мордочки, но прочитав ее историю, растрогалась. Она не понимала, почему это чудо никто не хотел забирать все это время. Я влюбилась в нее в ту же секунду, как увидела фото. Сразу написала в приют большое письмо, где максимально информативно рассказала, почему хочу забрать ее к себе. Я не спала всю ночь, ожидая ответа от приюта, рассказывает Франциска. В тот день девушка дождалась звонка, сотрудница приюта несколько раз переспросила ее, точно ли она хочет забрать именно Бин, потому что никто не обращал на нее такого внимания. Франциска не могла в это поверить, и это только усилило желание поскорее забрать кошку и подарить ей любовь. Девушка договорилась о встрече и приехала в приют. Я заплакала, как только увидела ее. Она была намного красивее, чем на фото, такая милая и миниатюрная. Я еще больше влюбилась в нее. А она не переставала тереться мордочкой о мои ноги, говорит девушка. В тот судьбоносный день Бин отправилась с Франциской домой, в новую жизнь. Кошка довольно быстро привыкла к новой обстановке и хозяйке, как будто давно знала ее. Она повсюду следовала за Франциской, постоянно просила ласки и всячески показывала свою любовь и благодарность. Сейчас Бин – счастливое создание, которое каждый день наслаждается жизнью и купается в любви. Когда-то, одиноко бродя по улицам, она и не мечтала об этом. Взять Бин было лучшим решением, которое я когда-либо приняла. Я думаю, так и должно было быть, потому что никто, кроме меня, не заинтересовался этой прекрасной кошкой, хотя она уже некоторое время жила в приюте. Она невероятное создание, и я не могу представить своей жизни без нее, говорит Франциска. Спасибо доброй девушке за то, что она подарила новую жизнь этой красавице. Всем спасибо за просмотр.